Здравствуйте, мои дорогие! Что произойдет неожиданно? Будем смотреть. Будем смотреть все события, хорошие и плохие. И если это что-то такое, из чего нужно найти выход, естественно, нам нужно узнать это. И мы будем рассматривать. Итак, что произойдет неожиданно? Первое. Так, смотрите, у вас какое-то видение сейчас ситуации есть, и оно разнится с видением других людей. Вот они постараются, или знаете как, или вот что-то у вас как сама иллюзия есть некая. Здесь будет эта иллюзия срываться, вуаль сорвется, и вы поймете всю суть происходящего. То есть тут неожиданно для себя розовые очки треснут, и вы увидите реальность. Ну давайте посмотрим, эти розовые очки треснули, что это за реальность. Ну тут как освобождение идет. Даже, даже так скажу, это в лучшую, максимально лучшую сторону. Я здесь не вижу, что происходит некая страшная такая ситуация. Здесь наоборот, срывается вуаль, и вы на стадии исполнения желаний. То есть у вас как будто вы еще больше сил, энергии и возможностей по солнцу. Вы просто защищены со всех сторон. Вам подвластно все. Так, вуаль сорвана, что вы видите? Эта тема касалась какого-то человека. Мужчина. Тут их два. Смотрите, два короля вышло. Тут два короля вместе стали, видите? Это реально двое мужчин. То есть это не один в двух своих стихиях. Это реально двое мужчин. Так, девочки мои дорогие. Вот на этой ноте мы сейчас маленькая остановочка. Загадываем желание. Загадали? Продолжаем смотреть. То есть тут двое мужчин. Встречаются друг с другом. Они как будто бы... Или они одновременно к вам проявляются. Или же это двое мужчин, которые друг на друга смотрят. Это как соперники. Что тут за мечевой? Это кто? Долго думал. У вас с ним связаны какие-то тяжелые моменты. С ним сложно было. У кого-то, девочки мои, был брак и ребенок с этим человеком. Вот так. Пятерка мечей. Но вы поняли, что в определенный... В определенный момент вашей жизни вам придется принимать какое-то решение. Вы поняли, что вы сделали ошибку. Вот как-то так. Вы почему-то... Или подумали, что вы сделали ошибку. И с этим человеком вам не по пути. Никогда не было по пути. И то, что вы были с ним, это огроменная ошибка. Но смотрите, если есть ребенок, и вы были императрицей, его ошибки не было. В принципе, здесь два старших органа, это все-таки судьбоносное что-то. Это должно было быть. Но разочарование — да. Более чем. То есть тут реально ощущение того, что зачем я это сделала, зачем мы были вместе, и почему я согласилась. Вот как-то так, этот человек. Ну тут рассказывают, почему, да. То есть тут была любовь у вас. И у него. Вы с помощью того, что начали вот этот сложный путь, вы начали себя развивать в каком-то направлении. И вы обозначили свое, обозначилось ваше направление, в вашем развитии. Вот именно как раз, когда вы были с этим мужчиной. Так, это все-таки вы. Но почему нам показали? Вуаль сорвана, и вы увидели мужчину. Ладно, вы второго. Он вам что-то вернет, деньги какие-то. Приносит какие-то деньги вам мужчина. Может передать через расстояние. Так, ну либо, если не деньги, здесь какой-то вклад все-таки есть с его стороны. Для вас это уже не неожиданно, мои дорогие. Это превращается в что-то такое, что вы знаете. И теперь, может быть, вы, конечно, ну как, когда смотрели расклад, может просто ошиблись в человеке. И это будет другой человек. Но это будет не очень неожиданно, потому что мы здесь уже посмотрели. Хорошо, по поводу этого человека, по поводу короля Пентакли. Это еще кто? Кто это? Так, арта судьбы выходит. Кто это? Слушайте, вы его тоже знаете, этого мужчину. Он проявляется не первый раз. Два судьбоносных аркана указывают на то, что вам по дороге все-таки было какое-то время. Он проявляется с такой агрессией или же с напором, вот каким-то напором. Так, человек все еще в каком-то лунном состоянии, но смотрите, помедленно, но очень осторожно он пробирается, как будто бы через луну выходит из нее. Это может быть чье-то влияние, например, либо может быть магические какие-то моменты. Тут по большей части я буду лишь говорить, что чье-то влияние. Каким образом это влияние? Смотреть сейчас не будем. Происходит. Главное то, что нам показали более важный элемент. Он выходит постепенно из этого влияния. Это возврат в вашу сторону какого-то человека. Кто он был вам? Кто он вам был? У вас сколько мужей было, девочки? Ну, вы знаете, у вас был какой-то путь, то есть вы были с ним. А может быть шанс стать женой, да, кто он вам был. Но потом стагнация. Кем вы были? Он любит вас. Это мужчина, который вас любит. Думает о вас. Держит в сердце ваш образ, ваше имя и не забывает вас ни на секунду. Какой-то человек. Ну, в общем, вас поразят двое мужчин. Одновременно, мне кажется, это будет, потому что здесь у нас буквально вместе они выпадают. Каким-то образом, может, они и увидят друг друга. Может быть такое. Ну, просто вот этот пентакливый, да, он выходит как одинок сейчас, ничего ему не нужно. Вы знаете, что мне тут показывают? Что вы будете одновременно с ними общаться. Если они где-то в физической близости, с вами, что это значит? Ну, я имею в виду расстояние небольшое, да, и один назначает встречу, второй назначает встречу. Они могут одновременно назначить эту встречу вам. И вам придется с одной на другую бежать буквально, опаздывая, да, вызывая такси на скорую руку. Если далеко они друг от друга, ну, то что-то такое, когда вы вместе общаетесь, параллельно общаетесь с одним и с другим. Для вас это классное решение. По солнышку это замечательно. Вы думали одно, а получилось совсем другое. там называется, и не надеялась уже. А что еще? Что еще? Произойдет очень неожиданно. Очень неожиданно. А вы найдете человека, похожего на вас. Друг, может быть, подруга, любимый. Это кто? Две карты идут. Он еще закрыт. Закрыто ваше сердце. Вы вообще в это не верите. Не верите, да? Так интересно. А вы тут на этом канале кого ищите? Мужчину, наверное, все-таки хотите привлечь. Но вы находите его, смотрите. А неверие полнейшее. В душе закрытость и мрак какой-то, слезы, боли от прошлых отношений. Не хочу никаких мужчин. Вот это идет. Вот поэтому неожиданно, да? Хорошо. Кто это такой? Вы знаете как? Вы вообще, вот видели себя, смотрите, стоит, круг вокруг себя начертила. Свечи поставила и всем кричит, что если кто-то подойдет за этот круг, убью, зарежу. В общем, не подходи. Вот как может? Я не знаю, как тогда. Это действительно неожиданность какая-то, что у вас так раз и пара. Очень похожий на вас человек. Вы с ним как-то состыкуетесь или это просто... У вас как общее будущее идет с человеком. В чем неожиданность? Как это произойдет? Вот он, смотрите. Интересный человек. По описанию я тут вижу, он как... В чем-то вам уступает. В статусе, например, в возрасте, в видении мира. Как ученик идет. Кто этот мужчина? Кто эта пара, либо если для женщин, или подруга, кто это? Нет, рассказывают историю о том, что это действительно должно быть неожиданностью. Потому что здесь одинокое сердце с разбитыми надеждами. И почему-то вот Вселенная говорит, да, должно быть неожиданно. Оно как снег на голову. Как искра какая-то случайно возникшего. Потому что если это не неожиданность, это что-то будет не то. Да, есть какая-то вуаль здесь, видите, они хотят. Но все равно, что нам можно знать отсюда, чтобы не навредить космосу? Иди своим путем. Тебе сейчас прокладываю дорожечку. Видишь, буквально вот по зеркалам этим иди. Ну, то есть ты и так правильно идешь и придешь вот в это состояние счастья. Девяточка зеркал. Держи баланс. Не отклоняйся от траектории, намеченной тобой. В любом случае, это правильная дорога. И как раз именно эта траектория выведет тебя на светлый путь. Ну, вы, значит, уже правильно идете. Что-то делаете правильно. Например, там с кем-то знакомитесь, да. Либо сделали какой-то первый правильный шаг, второй правильный шаг. И Вселенная говорит, все правильно делаешь, молодец. Ну, например, при поиске работы, да, человек что делает? Он берет, если он именно работу ищет, а не бизнес, он берет газету или открывает интернет, ну, смотря в каких условиях он ее ищет. И первый шаг делает, да, он хотя бы читает эти сообщения о работе. Либо сообщает друзьям. Если это касательно любимого человека, в любом случае, у вас какое-то правильное есть. Первое предпосылка к тому, что вы на верном пути, и вот в конце, да, он идет тоже своей дорогой, понимаете, тоже там какие-то верные и неверные шаги делает. И вы вот встречаетесь в точке А, Б, С. В точке С встречаетесь. Но это произойдет неожиданно. Поэтому и дети спокойно. А кого вы встретите? Мы можем это знать? Родную душу. Все, не можно. Не можно сейчас спрашивать больше. Родную душу вы встретите. Вы встретите человека, который будет очень нежен и будет любить вас. Так, ну хорошо. Что еще произойдет неожиданно? Очень скоро. Что произойдет неожиданно? Неожиданно для вас произойдет... Это что-то с денежкой. Вы работали, работали и получили большой ввоз денег. Вам выдадут премию, может быть. Или кто-то даст какой-то денежный подарок вам. Но это как скорее ваша заслуга. Видите, все равно это ваша заслуга по справедливости. Это не просто подарок такой от души за красивые глазки. Это ваша заслуга. Вы или хорошо поработали над человеком, который вам денег может должен, и он вам принесет их. Либо поработали на... Потрудились над чем-то, да? Кропотливо. И эти деньги заслужили. Это ваша заслуга. Какие-то деньги. Вы будете рады этой сумме? Ну, всегда деньгам мы радуемся. Какие-то сомнения. Вам будто бы эти деньги придется на что-то потратить. Да. Например, на вещи ребенку, на какие-то... Ну, в общем, что-то потратить. Мне кажется, что как на человека, который рядышком с вами, и который требует внимания. Ну, деньги неплохие вроде бы, поэтому вы будете рады. Тут говорят, что отнесись философски к вопросу, с одной стороны. Да, если нужно действительно тратить эти деньги, то в любом случае так необходимо. Но сохраняй душевное равновесие, покой, целостность. Все идет как надо. Хорошо. Что еще неожиданно произойдет? Так, деветочка. Мечей. Что у нас такое? Вы с кем-то поспорите? Или с вами... Ну, в общем, тут какой-то спор, я вижу. Разногласия. Но вы боретесь как ни за что вместе с этим человеком. Вообще я не вижу идей. Просто так, лишь бы быть правым. Вот. И у вас какой-то страх такой. Переживаете. Так. Ну, я вижу, что вы берете себя в руки. И, сохраняя спокойствие, стараетесь вывести себя на позитив. Тут даже, знаете, какие эмоции, радости. И в итоге вы выводите себя на них. Неожиданно для вас будет. Возможно, это, знаете, какое-то ночное время суток, когда вы... Вот, видите, как проснулись, и у вас такая прям тревога. А что это значит? А вы как что-то чувствовать будете? И куда это приведет? Вы будете как чувствовать, знаете, что-то такое, что на вас кто-то влияет, получается? А это кто? Маг. Ха-ха-ха. Вот мы и вскрыли. Я еще думаю, спрашивать дальше нет. Пожалуйста, ночью просыпаетесь. Случайно, да? Непонятно. Что за чувство какой-то тревоги? И неожиданно. Что такое вот прям неожиданное? А почему неожиданно? А что это значит? Ну, во-первых, проявится какой-то человек. Вот. Смотрите, тут, если вы его вызывали, потому что тут маг и ведьма идет, он проявится. Ночью. Но почему-то тревога тогда. Если такого не было, например, да, то тут кто-то реально проявляется. возможно, женщина, она покажет сама себя, потому что тут как ведьма проявляется. Да, ведьма проявляется. Неожиданно для вас какая-то ведьма проявится. Вот так. И что? Почему тревога? Она что, на вас что-то делает? Картина вообще очень интересна. Она на вас ничего не делает. Она вам лучше делает, получается. Кто это дама? Ваш ключ какой-то. Возможно, знаете что? Возможно, вам приснится какая-то ведьма из вашего рода. Вот. Ну, либо что-то, что-то произойдет ночью. Но это что-то хорошее. Она вас о чем-то предупредит. Даст какую-то важную информацию. Даст. Прям в руки положит. Вернее, в рот положит, разжует и положит. Она к вам с дружественной энергетикой. Но почему-то у вас тревога. Я вот поэтому и смутилась. Но вам говорят, будь спокойна. Она вас, в принципе, постарается успокоить. И она дает очень классную, мощную информацию, с помощью которой ты достигнешь победы. Придет какая-то ведьма. Вот так. Поэтому ночью, в 12 часов ночи, видишь, 6-6 идет, будет какая-то информация. Вот так. Так, анонс. Дает ключи. Какие-то ключи. Прислушайся. Хорошо. Что еще? Неожиданно. Неожиданно. Это какие-то траты. Неожиданные траты. Вам придется остановиться в чем-то, для того, чтобы достичь какой-то другой цели. отложить что-то на потом. На позднее немножко. Вот. И здесь залатать эту дырочку. Что-то вам придется делать. Только какая-то брешь. Ну, вы постараетесь, конечно. Тут скорость играет роль. Возможно, вы кого-то позовете на помощь. Мужчину, может быть. Ситуация стабилизируется. И я вижу, что тут участие человека какого-то идет. У тебя здесь три мужские карты. Может, вы вызовете какую-то бригаду помощников. У вас там что-то будет происходить. Так. Ну. Все у вас будет замечательно. Вам сделают так, как нужно. В общем, все пройдет на ура. Вот так. Не знаю, что это у вас такое будет. Как знаете, вот там прорвало что-то. Но тут все будет замечательно. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Видео немножко сократилось. Но в любом случае, это основные были такие моменты, да, неожиданного плана, которые вам необходимо было услышать, мои хорошие. Я благодарна вам за присутствие здесь, за лайки, комментарии, за поддержку финансово. И все, что вы сегодня услышали, пускай максимально четко реализуется только самый лучший сценарий в вашей жизни. И я буду ждать вас на следующих видео. Пускай вам вселенная дарит в разы больше подарков, чем вы даже можете себе представить. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok